Успокойте ум Добрый день! Я приветствую вас от всего сердца. Замечательно снова быть с вами. Сегодня воскресенье, 2 мая какого-то там года. Добрый день! 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 для того, чтобы думать. Это сила, которая знает себя. Ей не нужно спрашивать, знает ли она себя, выяснять, знает ли она себя, или думать, что она знает себя. Если бы ей нужно было это делать, то она не была бы силой, которая знает себя. Сила, которая знает себя как сознание, как абсолютная реальность, может знать только себя и больше ничего, потому что ничего не существует отдельно от истинного «я». В абсолютной реальности нет двойственности. Двойственность кажется существующей только на уровне человека. Это видимость, это не истина, это нереально. Поэтому всякий раз, когда к вам приходят мысли, задавайте себе вопрос. Кто думает об этом? Откуда берутся эти мысли? Если вы будете продолжать задавать себе этот вопрос, то увидите, что мысли пропадают. Они исчезают. Они возвращаются в небытие, откуда они пришли. Так легко стать спокойными, так легко стать любящими, пребывающими в блаженстве, счастливыми. Вы просто должны отбросить все те мысли, которые приходят к вам. Все мысли, все чувства и все эмоции. Просто отвергнуть их. Вы отвергаете их за счет того, что не даете им силы. Вы даете им силу каждый раз, когда вы даете им почувствовать что-то внутри вас. Если ваши мысли принимают природу чувств, то вы даете им силу. Но если вы отказываетесь принимать эти чувства, то мысли исчезнут. Другими словами, силу им даете именно вы. Именно вы создаете для себя обстоятельства, как хорошие, так и плохие. Вы – те, кто видит мир таким, каким вы его видите. Вы должны видеть только себя, видеть только реальность. Вы должны видеть только пустоту. Сделать это очень просто. Просто сядьте так, как вы сейчас сидите, и наблюдайте. Не анализируйте, не пытайтесь изменить ваши мысли, не боритесь с вашими мыслями. Просто наблюдайте их, смотрите на них, рассматривайте их. А когда вы будете готовы, то можете задать вопрос, кому приходят эти мысли. Или просто сидите и смотрите на ваши мысли. Пусть ваш ум делает все, что захочет. Пусть он станет настолько противным, насколько захочет. Пусть ум рассказывает вам все, что угодно. Страшное и веселое. Неправильное и правильно. Ум присутствует здесь только для того, чтобы создавать вам беспокойство. Вот и все. Но если вы не позволяете ему создавать вам беспокойство, то он исчезает. И как вы делаете это? Вы делаете это за счет того, что не реагируете на свои мысли, не позволяете им что-то чувствовать. Откуда пришли эти мысли? Из ниоткуда. Они называются ложным воображением. Все мысли – это ложное воображение. Ложное воображение, подобное воде в мираже. Это все ваши мысли. Кажется, что они приходят к вам, но они не существуют. Если бы они были реальными, то вы бы могли схватить их, удержать их, сберечь их, сложить их в коробку и где-то сохранить. Но вы не можете сделать этого. И это доказывает, что они невещественны. Как же они могут напугать вас? Вы видите, что живете во Вселенной, которая существует сама по себе. Которая пребывает сама в себе. Которая самодостаточна. Это означает, что все ваши потребности удовлетворяются изнутри. Все ваши потребности удовлетворяются изнутри. Но это будет происходить только тогда, когда вы все принимаете именно таким образом. Если вы считаете, что ваши потребности должны быть удовлетворены за счет людей, мест или вещей, то у вас всегда будут проблемы. Потому что вы надеетесь получить лучшую работу, взять деньги в банке. Вы надеетесь, что кто-то придет и поможет вам решить какую-то проблему. Все эти соображения ошибочны. Если бы вы только сумели научиться полагаться на истинное «я», то в вашей жизни начали бы происходить чудеса. Если бы вы только смогли научиться полагаться на истинное «я», как вы учитесь полагаться на истинное «я». Вы делаете это за счет того, что доверяете жизни. Доверяете жизни именно такой, какая она есть. Я не говорю о доверии к определенным людям, определенным обстоятельствам и определенным ситуациям. Я говорю только о том, чтобы доверять жизни. Доверяя жизни, вы выходите за пределы людей, мест и вещей. Вы доверяете субстрату всего сущего. Вы доверяете сознанию. Другими словами, всем своим сердцем вы чувствуете, что есть сила, которая знает путь. И вы верите в нее. Вы произошли из нее. Так что вы также то, ибо вы являетесь силой, которая знает путь. Вы сами есть эта сила. И вам это нравится. Вот что я имею в виду, когда говорю о том, чтобы довериться силе, которая знает путь. В вашей жизни нечего исправлять, нечего изменять, нечего достигать, нечего делать, кроме того, что пребывать в силе, которая знает путь. Хотя это очень просто, некоторым из нас это трудно сделать. Это трудно, потому что мы позволяем мыслям приходить к нам и портить все. Вы должны контролировать свои мысли, контролировать свое мышление. Если вы не вовлечены в процесс мышления, то всегда будете пребывать в сознании, которое есть сила, знающая путь. И вскоре вы обнаружите, что с каждым днем вы становитесь все счастливее и счастливее. Вы становитесь все спокойнее и гармоничнее. Что на самом деле может обеспокоить вас, заставить вас грустить или бояться? Только ваши мысли о том, что может случиться с вами. Но если вы живете в вечном сейчас, если вы существуете одним мгновением, то разве в этом мгновении есть проблемы? В этом мгновении нет никаких проблем. Проблемы появляются только тогда, когда вы начинаете думать о завтрашнем дне, следующей неделе или следующем месяце. Но если вы научитесь оставаться сосредоточенными в этом мгновении, в котором ничего не происходит, то это мгновение станет следующим мгновением. А следующее мгновение станет следующим часом, следующим днем, следующей неделей и следующим годом. Вот как нужно жить. От одного мгновения до другого. Но что же мы делаем? Мы растягиваем эти мгновения в дни. Мы хотим видеть будущее. Мы думаем, будто завтра, послезавтра или послепослезавтра с нами что-то случится. Но ничего и никогда не может случиться с вами, если только вы сами не позволите этому случиться. Вы позволяете этому случиться, веря в это, думая об этом. Опасаясь его, вы даете ему силу. Но я говорю вам, что на самом деле во всей этой вселенной нет ничего, чего следовало бы бояться. Страха нет. Страх не существует. Существует только истинное «я». Уловите смысл этих слов. Существует только истинное «я», и «я есть то». Это глубокое высказывание. «Я есть» – это Брахман. Когда я делаю подобное заявление, то говорю не о Роберте. «Я есть» охватывает всех вас. «Я есть» – это Брахман. Поэтому, когда вы признаете себя, что вы – это Брахман, вы говорите, что вы – это вся Вселенная. И вы что-то должны получить. И вы что-то должны получить. На самом деле вы не знаете, что вы говорите. Вы не понимаете, что вы говорите. Скажите это себе. «Я есть». Посмотрите, как это ощущается. И вы говорите больше ничего. После этого уже абсолютно нечего сказать. После того, как вы объявляете «я есть Брахман». Это могущественные слова. «Вся Вселенная есть Брахман». Тем не менее, то, что мы называем Брахманом – это не вещь и не место. Это абсолютная пустота. Поэтому, когда вы говорите «я есть Брахман», то говорите, что вы – это пустота. Прочувствуйте это до мозга костей, если в вашем теле есть какие-то кости. Что может случиться с вами? С вами ничего не может случиться. Но если вы думаете, что с вами что-то может произойти, то создаете свою судьбу, не так ли? Потому что вы берете какие-то известные вам факты, анализируете их и говорите. Из этого положения нет никакого выхода. А потом вы удивляетесь, что люди, так сказать, страдают. Но когда вы понимаете, что вы творец своей собственной судьбы, когда вы позволяете себе так думать, тогда вы начинаете покупать свои собственные акции. Вы когда-нибудь покупали свои собственные акции? Вы можете купить собственные акции. Это свободный рынок. Позвоните завтра вашему брокеру и скажите ему, что вы хотите купить собственные акции. Это лучшие акции, которыми вы когда-либо владели. Потому что из них исходит все остальное. Вы это совсем не то, чем кажетесь. Это снова восходит к уму. Ум читает что-то в газете, он видит что-то по телевизору, и он начинает серьезно размышлять над этим, беспокоится и расстраивается из-за этого. Стоит ли удивляться, что люди проходят через определенные переживания и много страдают? Вы создаете свою судьбу. Вы – это сила. Вы можете сделать с вашей жизнью все, что хотите. Если вы хотите сидеть сидим и жалеть себя, пожалуйста, это никого не заботит. Я говорю еще раз. Вы – это бракман. Вы – это сознание. Вы – это окончательная реальность. Это ваша истинная природа. И ничего другого не существует. Примите это для себя. Примите это прямо сейчас. Вы никогда не были телом или умом. Это ложное воображение. Ибо когда вы уверены, что вы – это тело или ум, то вам, соответственно, придется страдать. Никто не может избежать этого. Никто на этой земле. Каждый, кто верит в то, что он – это тело или ум, должен страдать. Почему? Потому что все меняется. Все постоянно и непрерывно меняется. А у вас есть определенное представление о том, как вы должны жить. У вас есть определенное представление о том, что вы должны чувствовать. определённое представление о том, как вы должны, что вы должны делать с вашей жизнью на этом плане существования. У вас есть предвзятое представление об этих вещах, и именно это становится причиной ваших бед. Поэтому я снова говорю, перестаньте думать, живите одним мгновением, перестаньте беспокоиться о прошлом и будущем, пробудитесь к себе, будьте счастливы, будьте свободны. Вы не одиноки, есть божественные силы, которые прямо сейчас заботятся о вас и ведут вас, которые направляют вас к вашему высшему благу. Доверьтесь этим божественным силам, доверьтесь им. Всё, чего они хотят, это чтобы вы признали их. Когда вы узнаете, что есть божественные силы, которые заботятся о вас, тогда вы увидите, что они работают для вас и обретёте бесконечную радость. Но у вас всё наоборот. Если вы уверены, что жизнь против вас, что есть силы, действующие против вас, то вы создаёте свой собственный ад. Поэтому помните следующее. Номер один. Перестаньте думать. Контролируйте своём. Номер два. Живите здесь и сейчас. Забудьте о прошлом, забудьте о будущем. Живите одним мгновением и будьте счастливы в этом мгновении. Делайте всё, что нужно для того, чтобы быть счастливыми в данный момент. Номер три. Не судите. Никогда не судите никого и ничего. Независимо от того, как это выглядит, никогда никого не судите. Номер четыре. Оставьте всё в покое. Вы пришли на этот план существования не для того, чтобы изменить что-то или кого-то. Вы здесь не для того, чтобы исправлять что-то или кого-то. Вы здесь только для того, чтобы узнать истину и стать свободными и освобождёнными. Номер пять. Всегда ловите себя и говорите «Я есть Брахман». Когда вы говорите «Я есть Брахман», то говорите не о своём физическом теле или эго. Вы говорите истину о себе. Реальность сама по себе есть Брахман. Это не имеет ничего общего с вашим телом. Ваше тело не существует. Оно никогда не существовало. Кажется, что оно существует. Но оно не существует. Ваша природа – чистое сознание, чистое осознавание. Всегда помните эти вещи. Выучите их. У вас есть много инструментов для работы. Если бы вы только могли использовать эти инструменты каждый момент вашей жизни, то вы никогда больше не были бы несчастны. Как вы можете быть несчастны, если знаете истину? Вы были рождены не для того, чтобы страдать или иметь проблемы. Вы здесь для того, чтобы радоваться, чтобы пребывать в покое и знать, что я есть Бог. Помните, что я есть всегда с вами. Оно всегда с вами, до самого конца света. Вы не обычные люди. Иначе вас бы не было здесь. У вас есть что-то особенное. Вы готовы выйти из этого шоу. Шоу материализма. Шоу относительности. Выйти за пределы материализма и относительности. Вы готовы вырваться из этой оболочки. Позвольте этому произойти. Ум создаст самые разные ситуации для того, чтобы этого не произошло. Он покажет вам самую разную чепуху. Но теперь вы знаете, что у вас есть сила для того, чтобы изменить эти вещи. Для того, чтобы повернуться от чепухи к реальности. Вы можете это сделать. Работайте над этим. ПОКОЙ ПОКОЙ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова